Здравствуйте, здравствуйте! Я Дмитрий Федоров, КХЛ ТВ предлагает вам посмотреть матч между Авангардом и СКА. Приглашаем вас в Омск. Встреча обладателя последнего Кубка Континента с возможным обладателем, с потенциальным, с вероятным, хотя в Челябинске придерживаются иной точки зрения на судьбу этого трофея. Дело в том, что впервые за долгое-долгое время СКА потерял лидерство, пусть и по вторичным показателям, по количеству побед, но все же потерял. Челябинцы догнали питерцев. Если вы помните, подопечные Милоши Ржиги начали чемпионат, отлично действуя в обороне. Требуется в команде Зунько и Убили-Ледина. И счет в матче открыт! Фролов распечатывает вас. Осторожно проводит первые периоды. Стараются действовать на контратаках. Но если соперник предоставил так, на более высоком уровне. И вот наказание за преступление. Первое же большинство из состава не гоже. Попов усугубляет преимущество «Авангарда» броском с острого угла. Артюхин набрал скорость. Режет угол и сбивает Кузнецова. Сейчас получит две минуты Артюхин. Болельщики недовольны, что таким образом атаковали их любимого вратаря. Тогда в тебя въезжает, наверное, 120 мэла. Точный пас. Все в полном составе СКА. И тут как раз возникает момент, который приводит к третьему голову. Ворота Штепанека. Уже в равных составах, но формально мы не будем рассматривать этот эпизод. Объективно говоря, и в матче против «Атланта». Он на пятачке сыграл выше всяких похвал. Зашвырнул он вторую шайбу в падении. А сейчас можно констатировать, что и Штепанек порядком помог Бережогину. Финогенов! Отличная была возможность. Трех шайб «Авангарду» хватало для победы при Раймо Сумане. Я посмотрел сейчас, проанализировал статистику. Иногда две шайбы забрасывали и побеждали. И вот то, о чем я говорил. Сценарий матча может и должен измениться. Дмитрий Калин был ли под правлением? Столик информацию верную выдал. Но тут же восстанавливает разрыв. А мячи буквально следующей же атакой досадует Нилоша Ржига. До победы-то в конференции, я думаю, несложно. А вот до победы в регулярке это будет мудрено. 5-1. Калиния. Давайте еще раз посмотрим, как паузу выдержал Семин и дал передачу уже на гол. И снова привоз. Но близки к этому были хозяева. И это был бы гол в меньшинстве. Прошу прощения, в полном составе авангард. В большинстве. Пережогин. 3-0 на 34-й минуте. Калинин. Смотрите. СКА находит в себе силы на то, чтобы забросить еще и третью шайбу. Соперник трижды отличился. Причем ярко сыграл. И в том, и в другом случае, когда вторая и третья шайба влетали в ворота Кузнецова. Авангард все-таки доводит до победы этот матч. Без видимых затруднений. После того, как тайм-аут взял Араина Сумана. 5-3. Но с осадочком эта победа. Согласитесь.